Мои золотые, я рад вас всех приветствовать. Мы по-прежнему разбираем турнир UFC Fight Night. Этот вообще турнир, в принципе, можно назвать турниром реванш, потому что у нас главный бой вечера, реванш Дан Калаев против Уокера, и, соответственно, сегодняшний поединок, о котором мы поговорим, это тоже реванш. Перед его началом, как всегда, напоминаю, что у вас есть возможность забрать бонусом 17 штук у букмекерской конторы Фонбет, это самый надежный букмекер, соответственно, ссылка будет в описании, в закрепе, переходите, регистрируйтесь, там, номер телефона, пароль, почта, соответственно, после этого пополняете баланс на одну тысячу рублей, два косаря вам приходят сразу же в течение нескольких секунд, и также рандомно раскидают еще по 15 штук. Если вам бонус нужен, забирайте. Ну, а мы переходим к нашему, да, сегодняшнему разбору, это поединок, в котором встретится Матеуш Николау против, соответственно, Манело Капе. У них был первый бой, тогда раздельным решением судей Бразилия задержал победу, я имею в виду Матеуш, да, и матчмейкеры, я так понимаю, решили организовать реванш в данном противостоянии. В общем, погнали, как всегда, поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, бойцовские качества, ну и, конечно же, будем искать варианты для ставок. Итак, соответственно, начнем мы с Матеуса. Это спортсмен, который начал свою профессиональную карьеру в бразильских промоушенах, выступал там довольно-таки неплохо, заскочил, соответственно, попал, точнее, в UFC в первый раз, соответственно, одержал победу над Смолкой, потом встретился против Ортиса и отлетел от него. Там был страшный нокаут, можете, кстати, посмотреть этот поединок. Ну, соответственно, Николау был уволен, ворвался он на такой промоушен, как Фетур или Фатур FC, в общем, там одержал победу, после этого подрался в Брейви, там тоже выиграл, и после этого его во второй раз подписывают в организацию UFC. Встречается он как раз-таки в дебюте против Капе, раздельным решением, как я уже сказал, выигрывает его, дальше проходит Тима Эллиота, побеждает Дворака Творака, дальше выходит на топового бойца Мэтта Шнелла, у которого выиграл нокаутом во втором раунде, и крайний свой поединок провел против бывшего претендента на чемпионский пояс, это Ройвол проиграл ему, причем улетел там тоже в очень такой серьезный нокаут, его Ройвол поймал на движении, на смещении коленом, потряс, причем жесточайше подряс, и потом подключил Гранден Паунд, благодаря которому и финишировал Николау. В общем, что касается бойцовских качеств Матеуса, это боец разносторонний, сбалансированный, который может и побороться, и неплохо защищается от борьбы, боец, который неплохо работает в стойке, есть у него проблемы в стойке, а именно, это, соответственно, пропускает удары, его можно потрясти, мы видели во многих боях против хороших ударников, с серийной работой у него находится на таком среднем уровне, больше он, наверное, тяготеет вот именно к одиночной работе, я имею в виду в стойке, ну, об этом мы поговорим уже непосредственно в самом прогнозе этот поединок. Что касается кардио, то, опять же, при хорошем темпе к третьему раунду подсаживается, но все равно остается работоспособным. Соответственно, переходим к его оппоненту, это Манел Капе, боец, который был чемпионом организации Райзен, причем встретился он тогда против Асакуры, Кая Асакура, которого финишировал во втором раунде нокаутом. Кстати, сейчас Асакура является действующим чемпионом. Вот был турнир 31 декабря, где Асакура шел таким приличным андердогом против, блин, вылетело из головы, как фамилия этого спортсмена, в Белатаре, в общем, он выступал, и Асакура во втором раунде проигрывал, причем бой в одну калитку, во втором раунде финишировал оппонента и стал чемпионом Райзена. В общем, неплохой такой ударник. Капе его прошел досрочно. Соответственно, после этого подписали Капе в промоушен UFC, встретился он против действующего чемпиона Панто же, проиграл ему. Неплохой поединок, кстати, выдал тогда Капе, но Панто же смотрелся по интересу, чемпионского уровня парень уже как потом и казалось. После этого у него был поединок против Николау, который он проиграл сплитом, дальше финишировал Осборна, финишировал, причем в первом раунде, финишировал Жалгаса в первом раунде, дальше встретился против Дворога, победил его решением судей и крайний свой бой провел против дебютанта промоушенной UFC Филиппа Досантоса, непобежденного спортсмена, там 7 или 8-0 рекорд его потрясал, отправлял в нокдауны, очень жестко отрабатывал. Ну, по факту, молодой, голодный, непробитый бразилец продемонстрировал всю красоту тех самых навыков, которые у него есть, да, и при всем при этом смотрел, что он неплохо, но Капе доминировал практически в каждом раунде. Таким образом, решением судей забрал. Переходим к бойцовским качествам. Капе это ударник, кикер, который имеет неплохую защиту от тейкдаунов, его нелегко перевести, а тем более нелегко контролировать в партере, да, если у тебя борьба невысочайшего уровня, сам в основном старается в борьбу не лезть. Если, опять же, ситуация вдруг так подвернулась, то может полежать на оппоненте, его поконтролировать какое-то время для набора очков, да, подключить Grand & Pound, соответственно, чтобы увеличить количество, скажем так, набранных очков. Ну, в основном работает в стойке, где чувствует себя комфортно, как рыба в воде, нокаутирующая мощь присутствует, серийная комбинационная работа присутствует, совмещает очень грамотно, ну, это базовый кикер, ребят, удары как с рук, так и с ног, соответственно, да, что касается его кардио, дистанция в 3 по 5 для него выполнима. Таким образом, переходим к прогнозу на этот поединок, взглянем для начала на Кэфы, у нас КП идет за 1,4, Николау идет, ну, в среднем, там, где-то около трешки на него коэффициент. Давайте для начала разберемся, почему такие коэффициенты. С учетом того, что КП проиграл первый поединок. Ну, опять же, близким решением судей, но, кстати, сразу обозначусь, я не согласен в корень с тем, что КП проиграл первый бой. Да, в первом раунде он проиграл, второй раунд он по очкам забрал, третий раунд он еще и потряс Николау. Почему отдали не КП? Хер его знает, как говорится. Значит, почему такие коэффициенты? КП сейчас идет на серии из, получается, 4, по-моему, да, из 4 побед подряд, в то время как Николау свой крайний поединок проиграл. Поэтому здесь такие коэффы. Я думаю, если бы Николау, допустим, к примеру, не встретился бы с Ройвелом, да, то есть также бы шел там, получается, на серии из 4 побед, то коэффициенты были, ну, плюс-минус, наверное, там 1,7 на 2 с копейками, либо там двойка на 1,8. Но коэффы у нас такие. Пробежимся по ключевым аспектам. Ударка, борьба, кардио и оппозиции. Если мы возьмем оппозицию, то Николау выглядит поинтереснее в этом аспекте. Почему? Потому что, ну, Тим Эллиот, Дворог, они оба подрались с этим оппонентом. Шнелл, это боец, да, пробитый, но хороший. Кстати, в поединке вот Шнелла против Николау я заметил, что Шнелл-то вел бой. То есть он в первом, он первый раунд забирал, пока не упал в нокдаун, потом он забирал второй раунд, но упал в нокаут. То есть как бы, ну, по факту Шнелл это пробитый боец, и мы знаем, что где-то он может выдержать какие-то серьезные попадания, а где-то нет. То есть по факту, по факту, надо подчеркнуть тот факт, что Матео не так уверенно выигрывал своих оппонентов. Тот же самый Тим Эллиот дал ему, в принципе, конкурентный бой. С Ройволом у Николау по факту там вообще практически ничего не получалось, да, и в конечном итоге он был макутирован. Поэтому, я думаю, такие вот коэффициенты. Значит, коэффициенты говорю. Поэтому, если мы берем оппозицию, оппозицию немножко сбился, ребят, прошу прощения, если мы берем конкретно оппозицию, то по именам Николау смотрится лучше, но я здесь поставлю 50 на 50, потому что Дворог, Жалгас, в принципе, да, там кто-то скажет, что это уже не тот уровень, но в любом случае неплохой был такой боец духовитый, да. Тот же самый УКП был Филиппе Дос-Сантос, который, в свою очередь, молодой, повторюсь еще раз, голодный, который был потрясен, но вставал. Боец, которому действительно предоставился шанс и предоставилась возможность продемонстрировать все свои навыки, плюс непобежденный спортсмен. То есть, по факту, вот, если говорить про молодых спортсменов, то это бойцы, которым дают хорошую возможность, бойцы, которые уверены в себе, и вот как раз-таки Филипп был уверен в себе, это было видно по ходу поединка. Он был отправлен в нокдаун, но потом встал. Он пропускал страшенные плюхи, но все равно держал их и шел до конца. То есть, дух у этого парня однозначно присутствует. Что касается, переходим к следующему аспекту, это кардио. Мне кажется, на мой взгляд, что Филипп, прошу прощения, Манел Капе является фаворитом в этом аспекте. Повторюсь еще раз. Вот в поединках у Николау, это боец, который экономит бензобак, это боец, который много не выбрасывает. И по первому даже поединку было видно, что в третьем раунде Николау подсел по функционалу. Соответственно, считаю, что Капе фаворит. Что касается борьбы, здесь 50 на 50. Капе неплохо защищается. Матеуша нельзя назвать каким-то там филигранным борцухой, поэтому здесь 50 на 50. Что касается ударной техники, фаворит здесь для меня Манел. Почему? Потому что выбрасывает много, комбинирует удары как с рук, так и с ног. В свою же очередь, Матеуш может компенсировать количество выброшенных ударов качеством. То есть, где-то хорошо потрясти, где-то хорошо просто плотно попасть. То есть, у него хорошая одиночная работа. Но комбинационной работы нет. С учетом того, что Манел в своей карьере никогда не проиграл нокаутом. Я вас прекрасно понимаю, никогда не говори никогда. Но я считаю, что, опять же, по тому, какие удары Капе пропускал в своих поединках, он не был потрясен. Ну, я имею в виду, его там не сажали на пятую точку, не было эффекта у него макаронных ног. С учетом вот этих моментов, я думаю, что, возможно, какой-то один, может быть, там, несколько пропущенных ударов от Николау вряд ли каких-то серьезных проблем предоставит Капе. Поэтому я считаю, что Капе просто в стойке должен перестрелять аккуратно, методично и доказать, что в первом их поединке все-таки это была больше, наверное, судейская ошибка, нежели чем. Может быть, он сам не доработал, да. У Манелы есть такое качество, чтобы ему проснуться в поединке, ему нужно пару-тройку раз пропустить. Вот тогда он просыпается, включает режим и инстинкт убийцы, хищника, да, льва, тигра, там называйте, как хотите, и начинает уже максимально плотно, жестко отрабатывать, работать первым номером. Капе работает всегда первым номером. Матеус, это боец, который... Матеус, ему можно дать прозвище Матеус задняя передача Николау, да. Не потому, что он задает заднюю, а потому, что он постоянно на второй передаче, на задней передаче, точнее, работает. В общем, короче, ребят, я сегодня капец как не выспался. Прошу прощения за сбой, да, максимально много информации. Поэтому не обессудьте. Мой выбор в этом поединке, это Манел Капе за 1,4. Я считаю, что можно заиграть. Но думаю, что возможно повторится исход первого поединка. В первом раунде, возможно, Николау будет, скажем так, выглядеть довольно-таки неплохо. Поэтому, поэтому подождать первый раунд. И, соответственно, после первого раунда, возможно, на Капе КФ поднимется. Там 1,7, может быть, 1,8. Это уже коэффициент будет сладкий. Я вообще рассчитывал, что на КП будет коэффициент где-то 1,6. Я думал, это прям хороший КФчик. Но 1,4, как говорится, имеем то, что имеем. Кто будет ставить при матче 1,4, повторюсь еще раз, нормальные цифры. Кто хочет КФ повыше, ну, попробуйте подождать. Первый раунд, возможно, КФчик и поднимется. В общем, друзья, вот такое вот мое мнение к СМ этого поединка. Теперь интересно послушать, что вы думаете. Вы знаете, я на все комментарии отвечаю. Поэтому пишите свои мысли в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube. Прямо сейчас лайк поставьте под этот разбор. Ну, у меня на сегодня все. Как говорится, всем пока, хорошего дня.